Всем привет и сегодня я хочу рассказать вам про такой интересный проект как Parallel Finance. Parallel Finance это децентрализованный протокол, благодаря которому пользователи могут стейкать свои активы и получать с этого доход. Также проект позволяет брать другие криптовалюты в долг, оставляя в долг свои токены DOT и KSM. Проект работает в сторону развития мультичейн в таких экосистемах как Palcadot, Kusama и Ethereum. Если говорить простым языком, то если у вас есть криптовалюта DOT и KSM, с помощью сервиса Parallel вы сможете ее приумножить. Как в банке, только с гораздо более высокой интересной доходностью. А если совсем проще говоря, это платформа для кредитования. Но это далеко не единственные возможности этой платформы. У проекта есть похожие аналоги, построенные в сети Ethereum. Это проекты Compound и EVE. Сеть Palcadot сейчас развивается очень активным темпом и в связи с этим появление такого протокола как Parallel Finance сейчас наиболее актуально. Что умеет проект Parallel? Parallel Finance будет предлагать гибкие решения для кредитования. Владельцы токенов DOT и KSM смогут использовать свой капитал различными способами. У вкладчиков будет возможность получения двойного дохода за счет предоставления в суд и возможности делать ставки. Заемщики в свою очередь смогут для получения займов предоставлять в залог свои токены. Каждый пользователь сможет увеличить свою ставку залога с целью увеличения доходности. Эта функция будет называться Margin Stake. Если говорить проще, то Staking с кредитным плечом. Хочется отметить также такую фишку как алгоритм определения репутации пользователя, благодаря которому доходность от Staking будет максимальной. Еще одна возможность, которая будет доступна пользователям, это аукционное суда. Данная функция дает возможность пользователям, у которых есть DOT и KSM, заблокированные в парачейнах, оставаться ликвидными. Пользователи Parallel, которые держат свои токены DOT и KSM, смогут свободно распоряжаться своим капиталом для получения высоких процентов. Хочу немного поговорить про токен PARA. Токен проекта Parallel будет называться PARA. Токен необходим для обеспечения безопасности протокола и выполнения его функций. Хочется отметить, что данный токен будет использоваться для стимулирования воздействия, распределения прибыли и хеджирования рисков. Каждый держатель токенов PARA будет иметь возможность предлагать свои корректировки, параметров, другие меры управления, советы и т.д. Немного про Parachain Polkadot. Уже в четвертом квартале 2021 года планируется парачейна на Polkadot. И пользователи, которые будут блокировать свои токены DOT, участвуя в краудлоуне, а проще говоря займе, смогут получить свои токены PARA. То есть вы можете купить свои токены DOT, если у вас их нету, дать их как бы в займ проекту, краудлоун, массовый займ, и получить какое-то количество токенов PARA. И главное хочу отметить, что токены вы проекту не отдаете, а это именно займ. То есть ваши токены будут залочены сроком на один или два года. На сегодняшний день идет стадия тест-нета, тестированной сети, в которой может поучаствовать каждый желающий. Хочу остановиться на дочернем проекте Parallel Finance, это Parallel Heiko. Дочерний проект, который делается на сети Kusama. Недавно Heiko собрал на краудлоуне более 200 тысяч KSM-ов и выиграл слот в сети Kusama. Каждый пользователь мог заблокировать свои KSM сроком на один год и получить токены Heiko. В данный момент также есть доступ к тестированию данного сайта, сервиса Parallel Heiko. Вы можете зайти на сайт, протестировать, взять пробную валюту, попробовать потестировать данную площадку. Подробнее как это делать я рассказывал в другом видео, ссылочка на него будет в описании. Также хочу еще отметить, что Parallel может вполне стать лидером рынка, в связи с тем, что аукционные ссуды это очень привлекательный инструмент для проектов, которые планируют запустить собственный парачейн. Проект поддерживается достаточно серьезными инвестиционными фондами, такими как Polychain Capital, Alameda Research, Pantera и многие другие. Собственно, как вы понимаете, такие фонды обычно вкладываются только в те проекты, которые считают действительно с очень большими перспективами. Хочу немного остановиться на амбассадорской программе, так как помимо Crowdloan, это одна из возможностей присоединиться к проекту и, можно сказать, стать частью его команды. Как таковой амбассадорской программы нету. Нету формы на регистрацию в амбассадоров, нету какой-то обязательной формы отчетности. В принципе, вся информация есть в официальном Discord канале. То есть, на данный момент доступно большое количество заданий. Вы можете приглашать друзей, можете писать статьи, делать мемы, инфографику, записывать видео о проекте и разную другую активность. Снимайте ролики в TikTok. В общем, быть креативным. За каждую из активностей вам будет начисляться определенное количество поинтов. Чем более креативное, интересное и обозреваемое о проекте задание, тем большим количеством поинтов оно будет вознаграждено. Вам нужно только перейти в официальный Discord канал. Ссылка опять же будет в описании. Прочитайте раздел факт. Здесь подробно расписано, какие активности сейчас есть. И после того, как вы будете делать какую-то активность, например, написали статью, или серию твитов, или видеоролик. Просто скидывайте его в актуальную ветку. Например, вы написали статью, разместили ее на Medium или в другом своем блоге. Скопировали ссылку, перешли и закинули в эту ветку. Модераторы мониторят эти ветки, проверяют и начисляют вам какое-то количество поинтов. Также советую уточнять актуальные задания или смотреть их в закрепе. Потому что не все из текущих активностей могут быть актуальны. Думаю, на этом видео можно закончить. И хотел бы сказать, что это отличная возможность стать частью проекта, присоединиться к нему, если по какой-то причине вы не участвовали в краудлоуне, или у вас не будет возможности поучаствовать. Поэтому всем советую, заходите в амбассадорскую программу, проявляйте активность, общайтесь в официальном дискорде и становитесь частью проекта. Спасибо.